Всем привет, это подкаст UwebDesign. Сегодня 4 января 2015 года, выпуск номер 64. Время без 29 по Челябинску. Всем привет! Мы сегодня как-то даже пораньше собрались и для вас громкие темы придумали, которые не обсудили заранее. Ну, у нас зато много тем про дизайн сегодня будет. Даже если мы заранее не обсудили, вы все равно оставайтесь. Новый флаг у Новой Зеландии. Netflix приходит в Россию. Думаю, достаточно. Но поговорим про официальную отмену стандарта Smile SVG-анимации. Отлично, погнали! Кроме того, что мы погнали, у нас сегодня для вас новогодний подарок, уважаемые подписчики. Он как бы постфактум вам приходит. Причем я хочу, знаешь, как этот подарок презентовать? С помощью нашей предлагаемой новости нам в паблик. Чувак написал, Евгений Васильев пишет. Подскажите, на каком хостинге лучше поставить WordPress? Сейчас пользуюсь Джина, это полная жопа, а не хостинг. Таких тормозов я не встречал, разве что на Юкос. Время загрузки сайта полностью пустого, со стандартом дизайна занимает около 6 секунд. Это реально цирк. Подскажите, хостинг примерно в таком же ценовом диапазоне, как и Джина? Я прям благодарен Дмитрию Васильеву. Евгению. Евгению Васильеву. Это лучшая подводочка к нашему новому джинглу. Давайте вместе послушаем. Мощные и надежные виртуальные серверы – это выбор настоящих веб-профессионалов. Хостинг-провайдер SmartApe.ru использует современные технологии виртуализации в совокупности с надежным и мощным оборудованием. Ослепительный комьюнити проект UwebDesign рекомендует услугу аренда WPS-сервера, которая представляется для ваших высоконагруженных сайтов на высшем уровне. Иными словами, WPS-хостинг нужен таким проектам, которые переросли первоначальные небольшие сайты, и им больше не хватает имеющихся ресурсов. Приятным бонусом станет оперативно-техническая поддержка, которая превратит вашу работу в настоящий праздник. Так что вот, и мы вам подарки на праздники дарим, и SmartApe вашу работу в праздник превратит. Я прям считаю, вы счастливчики, потому что вы слушаете наш подкаст. Пишите в комментариях, как вы отнеслись к новому джинглу. Да, вообще, как там звук, качество, как вы любите вот эти все по косточкам разобрать, мы ждем. Так, ну что, переходим к первой теме? Да, переходим, и первая наша тема это бренд, короче, стайл гайд ватсапа, брендинговый. Как, да. Прямо недавно появился или это встает? Я хрен его знает насчет этого сайта, но мне в рассылочки пришел. Конечно, не вечерние рассылки Медузы, там-то у нас давно уже было. Но вот да, кстати, ее в комментариях обсуждали. То есть там прям чуваки, да нормальная тема, нормальная, круто, я читаю каждый день. Да, вот типа того. Ну, короче говоря, здесь небольшой лендинг, ватсап-бренд.ком. И вот эти ссылочки, которые мы сверху видим в меню, это на самом деле просто якорьки. То есть он, опа, слайдится. Так вот, на самом деле, я почему вообще эту тему вывел нам сегодня в дизайн? Во-первых, она легонькая, с нее можно начать. Так. А во-вторых, просто нашим дизайнерам на заметку, как надо презентовать. Вот вы делаете какой-то бренд своему клиенту, и вот вам несложно же сверстать какую-нибудь такую хреновину. Хотя, это, конечно, зависит от проекта, но если вам платят несусветные бабки, вам несложно такую штуку сверстать, и за это еще побольше денег взять, а отдельно ее захостить и так далее. То есть, чтобы, если вы какому-то именитому бренду делаете дизайн. То есть начните с того, что покажите логотип. Причем, как вот мы любим, логотип надо тестировать вот как юнит тестами на самом деле. То есть цветной логотип, логотип, состоящий из двух цветов какой-нибудь. То есть такой, ну, в данном случае зеленый и белый. То есть это легко понимается. Вот если я сейчас загуглю прям вместе с вами Twitch лого, например. Так. Не то, чтобы я как-то любитель Twitch, хотя казалось бы. Но вот у них есть все варианты. Twitch с текстом, только облачко, облачко с инвертированными цветами, облачко на черном фоне, облачко черно-белое и так далее. То есть есть прям все варианты логотипа, и когда вы делаете, так скажем, шоу-кейс вашего логотипа, вам бы тоже учесть все эти варианты и посмотреть, как ваш логотип ведет себя в разной обстановке. То есть, а вдруг, если сделать его черно-белым, то будет полное говно, не будет айдентики. Значит, ваш логотип полное говно. Вы не ослышались. Подожди, а я вообще вот про WhatsApp лого, на самом деле, я всегда думал, что это, знаешь, какая-то дефолтная иконка у iOS, и вот такая трубка. А это, оказывается, это их индивидуальный, да, логотип, вот эта трубка? Индивидуальный? Но я тебе скажу историю. То есть раньше же, когда WhatsApp появился, это там iOS 3, 4, там вот такая была. И они просто взяли иконочку из сообщения, ну, которая, белое облачко на зеленом, и туда трубочку добавили. Вот я и говорю, что это... Вот, но с тех пор они же уже подделывали, марафетили. С тех пор они уже прям полностью сделали свой дизайн, кругленький. То есть раньше она была продолговатая и так далее. А почему трубочка, типа... Они именно первые предоставили звонки, хотя хрен там, звонков-то... Это же... Звонки-то там появились вообще недавно. Так вот, мне кажется, что это, понимаешь, это типа трубочка в сообщении. То есть у тебя такие сообщения, ты как будто разговариваешь сообщениями. Ну да, типа что они у тебя жрут интернет, и ты можешь прям хоть говорить. Может там голосовые записи были? Может быть, я вот не знаю. Но вообще логотип у них странный. Они как будто, знаешь, они как будто просто своровали что-то. И это, и... И крутые стали. Своровали как Сваровский, ты имеешь в виду? Да. Нет, ну... Да, напишите в комментариях. Я как-то вот не провел ресерч. Я думал, что... Да. Ну давай дальше пойдем. Но я вот сейчас... Зато я вспомнил другой факт, что в iOS 1 внутри облачка было слово SMS. Вау. А потом его оттуда убрали. Видимо, ММСки во второй IC или в третьей добавили. Когда iPhone 3G добавился, еще появился. Так. И SMS оттуда убрали. Может быть, вот WhatsApp как-то... Не знаю. Вот. Может быть, это унификация. WhatsApp же был мультиплатформенным приложением. Он на Android тоже появился хрен когда. И вот такую... Что типа... Вот есть у вас там какие-то встроенные сообщения, а вот есть WhatsApp. И он связывает телефоны разных фирм как-нибудь. Ну, хрен его знает. Может быть, да. Так. Свет дальше, да? Ну да. Мы продолжаем. То есть черно-белое с надписями, с надписями сверху вниз, слева направо. То есть надо все варианты продумать. Green Square. Именно когда iOS-версия, они вот здесь отдельно в брендовых гайдлайнах показали, что надо вот так. Есть даже еще на сером фоне цветной логотип. Так. То есть прям вот мне сильно нравится. Я очень люблю, когда логотип подвергается всем вот таким... Ну, я бы это назвал дизайновыми юнит-тестами. Прям вот без преувеличения. То есть все разные варианты продуманы. И логотип... Помнишь мы с тобой, когда еще курсовые писали в ВУЗе? Мы говорили, что вот у нас программа такая крутая, что он даже в воде работает. Что все юнит-тесты выдерживает, и даже в воде работает. Если прям программу в воду погрузить, то она там скомпилируется и нормально все будет делать. Вот здесь то же самое. Логотип даже в воде работает. Даже если в темноте там из задницы смотришь, все равно понимаешь, о, блин, WhatsApp. Точно. Узнаешь. Ты любой из них посмотри, и у тебя же нет сомнений, что это WhatsApp. Да. Кстати, пишите в комментариях, какими мессенджерами вы пользуетесь. Потому что вот в Viber, например, так много рекламы, что просто даже мне противно как-то им пользоваться. У меня вот его нет на телефоне, хотя я мог бы. Угу. У меня есть люди, с которыми я мог бы общаться там, но нет. Я использую WhatsApp, а для всех остальных Telegram. Так. Ну вот про Telegram как-то я и не искал, конечно, такого лендинга, но да. Дальше цвета. Ну здесь, естественно, написаны все вариации с color кодами в 16-ти личном формате в данном случае. Что, даже белые есть мои? Да. Можно воспользоваться их белым? Блин, не засудили бы. Outgoing chat bubble. Именно вот тот зелененький, когда ваш, так скажем, ваше сообщение в каком пузыре. А light green это именно все-таки логотипный green. Угу. Check mark это галочки вот такие синенькие, когда прочитано. А teal, что такое по-английски? Teal green. Вот видишь первое. Не знаю. У них это, я так понимаю, цвет каких-то фанов, каких-то хэдеров. Да, да, хэдеров. А этот цвет зеленовато-голубой. Просто teal. Так, отлично. Есть еще чирок. Что такое чирок? Я даже не знаю. Уже по-русски не знаю. Мне тут сетелин рекламируют. Чирок свистунок, птица. Ага. Это именно уточки такие прикольные. Прикольно. Мне почему-то вот сил хочется вспомнить. А сил это морской котик, если я правильно понимаю. Это мне си Alex почему-то предложили, когда я сил писал. Сила. Да, сила это морской котик. Смотри, сколько можно новые слова узнавать с помощью цветов. Занимательный ювеб-дизайн. Еще с помощью нашего подкаста. Да. Еще тюлень. Не морской котик, тюлень. Морской котик даже не буду уже гуглить, а то далеко уйдем с такими знаниями. Так вот. Naming usage. Самое главное, вот, да любимое. Как вот препроцессор SAS, наш любимый. Там чуваки всегда говорят, что, типа, когда полностью заглавный написан SAS, это вот неправильно. Это вот лес. SAS, он с заглавными, а SAS, он просто с заглавной буквы, с большой и S, будем говорить, оно маленькими буквами. Так. Так вот, прописными. И вот WhatsApp, WhatsApp, я бы даже сказал, оно пишется слитно. W и A заглавные. Или строчные. Ну, я согласен, остальное как-то прям вот не по-ихнему выглядит. Не по-ихнему, но используют многие. Кто-то и раздельно пишет. Это incorrect, чтобы вы знаете. Never split. Скриншоты здесь есть, как выглядит на Android. Ну, кстати, смотри, на Android, на Android-то покрасивее выглядит, чем на iOS. Меня, знаешь, что напоминает? Мне напоминает приложение YouTube на iOS. И мне неприятно как-то сразу. Вот я вот смотрю на iOS и WhatsApp, и мне сразу ностальгия. Я сразу вспоминаю, что мы делали с WhatsApp, с кем разговаривали. Не, а, понимаешь, на WinFont-то какое дерьмо. Ой, я даже не докликивал, когда готовился. Там как дефолтное приложение звонки. Вообще плохо. Как дефолтный телефон. Не, это знаешь как? Это ты сидишь, и у тебя, короче, на винде 10-й не установлен видеоплеер. Ты нажимаешь на видео любой, и он с помощью плеера встроенного запускает. Ты думаешь, ой, надо же поставить медиаплеер. Да, 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 согласен. Или я опять же сейчас вспоминаю на третьей или там четвертой IAC, когда ты запускаешь звук. Вот если ты вспомнишь, там с ВК музыку запускали, и там значок QuickTime в середине, и около него три волны с каждой стороны, типа там QuickTime звук отдает. Сразу вспоминаю, какой-то, верните мой 2007-й, сразу хочется сказать. Так что вот да, Элис Уитман нам звонит на этих скринах для уважаемых слушателей. Говорит, это самая важная информация. Которая здесь может быть, кроме Teal, конечно. Так вот, Brand Guidelines. Здесь прямо написано, что бла-бла-бла, используйте только там, в таких-то там... Если упоминаете WhatsApp, используйте только такие цвета и так далее. Если хотите продавать футболки, пожалуйста, соблюдайте там говно. Кстати, здесь написано, можно ли мне использовать логотипы и зарабатывать деньги на вашем этом? Не разрешаю, к сожалению. Вот сволочи. Я-то думал. А где тогда ссылка на это? Ну, так скажем, на магазин? Вдруг я прям хочу купить себе WhatsApp-ную бейсболку. Понимаешь, в чем прикол? У них, короче, если ты проскроешь снова вверх до хедера и нажмешь просто на WhatsApp, он тебя адресует именно на их WhatsApp.com. Так, и там уже есть. Нет, там по-русски все. И там все что-то по-русски. И там что-то уже какие-то и BlackBerry, и уже Nokia S40. И Nokia Symbian. Практически Nokia 3310. К сожалению, нету на macOS, на OS X, так скажем. Дерьмо. Зато они в футере уже сделали 2016 год. Это сейчас нынче хорошо. Редко такое делают. Окей. Ну что? Да, будем переходить дальше. Хотя я вот сейчас прям хочу в App Store зайти в данный момент и WhatsApp посмотреть. Но он есть. Я слип, значит, написал с маленьких букв. Есть всякие App for WhatsApp за 120 рублей. Messages for WhatsApp 120 рублей. Есть Desktop Chat for WhatsApp бесплатный. Но там есть встроенные покупки. Видимо, просто купить программу. Так что бесплатных что-то не нашел. Но это можно искать. Наверняка есть какие-нибудь open source-ные решения. Так вот, переходим к следующей теме. Следующая тема звучит так. 7 личностей, которые должны быть в вашей дизайн-команде. Вау. Здесь роботики. Мне нравится, да. Здесь очень крутая картинка. Какой-то мы больше всего роботик нравится. Мне нравится, который... Он все-таки человек, но роботик под цифрой 3. У него руки какие-то обрубки. Да. Мне больше нравится любой, который с замочком. Точнее, с ключиком. То есть их надо завести, иначе работать не было. Вау. Прикольно. Это прям... Типа вот... Да и все. Мне вот так вот по ощущениям нравится. Короче говоря, нам автор статьи, зовут его Джесси Уивер. Уивер это предельщик. Уивер прясть. Вау. А я думал он волны... Волнычь. Нет, это Уивер был. Это Уивер. Он именно предельников. Так, круто. Ну так вот, предельников. Он пишет нам, что... Для того, чтобы ваша команда была идеальна, так скажем, чтобы у вас была ультимейт-команда, вам нужно 7 стопудовых человек. Подожди, это имеется в виду какие-то черты характера, да? Да, да. Само собой, что некоторые люди могут совмещать несколько пунктов. Сейчас вот посмотрим, и в комментариях вы нам напишите, кем вы себя считаете. Первый перфекционист. Вау. Здесь я думаю он говорит сам за себя, но тем не менее коротко пройдемся, что вот нет такой детали, которая не, будем говорить, не отдрочена до конца. Так. Точнее, которая отдрочена до конца. Вот нет такой. Нет такой. Надо вот обязательно что-нибудь еще сделать. Они нужны на самом деле, потому что если вдруг, так скажем, слишком все пошло не так, очень много файлов в вашем проекте, вы не можете их как-то прибрать. Перфекционист приходит вам на помощь за одну ночь, потому что он просто иначе спать не может. Он прибирает вам все, и типа, у вас на следующий день рабочие репозитории, все по полочкам разложено, и все понимают, по какой там CSS методологии надо работать, потому что вот он такой на выручку пришел и так далее. Не обязательно даже, а здесь написано, это не мои мысли, не обязательно даже заставлять его работать. Можно такого бета-тестером сделать. И он прям вообще все найдет. Я согласен. Это отличный вариант. Он прям докопается до каждой сути. Это чтобы, знаешь, у тебя не было хренак-хренак в продакшн такого чувака. Да, да. The Visionary. Визуализатор. Визуализатор должен дизайнить Oculus Rift Experience, чтобы контролировать дроны, которые напечатаны на 3D-принтере. Охренеть. Это, так скажем, такая заводочка, которая нам показывает о том, что визуализатор должен прям вообще во всех последних трендах разбираться. Точнее, не то, что должен, мы описываем реально существующих людей. Кто-то наверняка сейчас скажет, блин, это Васька с третьего офиса. С третьего подъезда в Oculus Rift это понимается. Да, да. И вот тут написано, что это скорее всего тот чувак, которого не оторвать от последнего Chrome Experiment. А есть такие штуки в интернете Chrome Experiments, и там супер там новый WebGL вышел, там уже и чуваки сделали на сайте Chrome Experiments новую штуковину, там какие-нибудь частицы летают, демонстрируют возможности. Вот он вот такие штуки смотрит прям и так далее. А как бы The Visionary, это как переводится? Визуализатор. Он типа визуализирует что? Именно в будущее смотрит? Да просто. У него много идей, и он типа, блин, вот надо, чтобы здесь вылетало так перед дело. Вот именно визуализаторы придумали новую анимацию. Мы до конца будем говорить, потому что это пример прям гениального микровозаимодействия, анимацию с сердечком твиттерную. Лайка. Согласен. Вот такие люди должны это придумать. А там, короче, конфетти, потом пользователь такой сидит. Короче, я понял. Они смотрят именно шире рамок. Да, да, так точно. Все, шире рамок. Такие люди нужны, чтобы креативную энергию в команду подливать, вдохновение. Он прям прибегает. Блин, чуваки, я вчера спал, сегодня спал, мне привиделось такая хреновина, что у вас сейчас микрофоны должны быть... Если бы мы сейчас снимали наш подкаст на видео, микрофон должен быть не в черной ветрозащите, а в какой-нибудь пурпурной, там в середине она выпадает, там что-нибудь конфетти. В новом флаге в Новой Зеландии. Да, это мы поговорим сегодня еще. Кстати, следующая тема даже уже будет. The Closer 3 есть? Я до сих пор не понял, почему The Closer, как перевести... Закрывальщик? Ну вот, что он делает, ты нам объясни. Ну, на самом деле... Он говорит, что дизайн это только половина успеха. Да, я так понимаю. Написано, что The Closer разбирается во всех специ... Спи... Черт, спецификациях, вот. Ну. Спецификациях, доках и так далее. То есть он прям технически все сделает, проговорит с инженерами и скажет, так, чуваки, вот это сюда, это туда, вот это на пятнадцатой странице посмотрите, я там видел туда-сюда. А я понял, что за Closer. Это который, знаешь, как проект под ключ. Вот он Closer, он закрывает как бы все. А, ну слушай, может быть, может быть. Короче говоря, если вот он нужен, чтобы от дизайнеров передать в инжиниринг, и чтобы хренак и хренак и продакшн состоялось нормально. То есть практически продакт-менеджер некий. Угу. Только, ну вот тут еще написано про пастух. Вот, ну то есть продакт-менеджер. Действительно. Закрыватель. Отлично. The Straight Shooter. Прямой стрелок. Четвертый. Практически стрелок прямоходящий. Здесь говорится о том, что это чувак, который честно скажет, блин, чуваки, вы говно сделали, переделываете. А, честный и критикующий чувак. Это, и это должен быть, наверное, это Closer, и Straight Shooter это один и тот же чувак. Может быть. А может быть Closer, он просто технически говорит, вот это вот можно вот так реализовать, ты вот это, завтра ты это делаешь, сегодня ты вечером читаешь доку на ночь. Угу. А Straight Shooter, он перед этим, после этого придется скажет, блин, чуваки, а дизайн-то у вас говно. Да, он говорит, нет, у вас, конечно, все хорошо, конечно, Closer подтвердил, но все-таки говно. Да, но вот тут вот юзер ничего не поймет, вот это вот input из формы вообще убираете. Вот здесь чекбокс лишний, потому что на него никто не нажмет, мы потеряем в конверсиях туда-сюда. Представляешь, с персификционистом такого чувака объединить? Straight Shooter? Это, это страшная пара. Это убийца. Бонни и Клайд практически. Так. Это Волф. И это из какого-то фильма, то есть здесь есть вот эта ссылочка, I'm Winston Wolf and I've solved problems. Я не могу. Там какой-то чувак по шерифам в шляпе приходит, я Винстон Волк, Волков, я решаю проблемы. Я Вова Волков, я решаю проблемы. Я даже знаю, Винстон, это Вова, Ваня. Кто-нибудь, да? В общем, да, это чувак, который под давлением до хрена всего делает. Это, как знаешь, помнишь, была байка о том, что чуваки из Яндекса рассказывают, что вот у нас две недели, и мы как бы даже не боимся продрачивать, потому что в конце концов в последние два дня Бобок придет и все сделает за нас. Ну вот под давлением, он Вулф, да, Вулф? Да, да, The Wolf. В общем, он должен прийти и зарамсить все за один день, там, выручить всю команду, а потом нихрена не делать до следующего конца спринта. Понятно. И это же даже не то, что, типа, чувака заставляет, это у него темперамент такой, он прям герой, он решает проблему. Но не то, что он бездельник и нихрена не делает. Конечно, он вот его за то и держит, что в случае чего он оп, и один диван передвинул, когда я у всех уже спину схватил. The Wolf. Здесь просто мне хочется еще зачитать, что When the shit hits the fan, the wolf knows how to keep the ship on cars. Когда дерьмо попадает на вентилятор, волк знает, как сохранить корабль на курсе. Блин, это круто. Надпись на табличке. В ролях. Так вот, шестой. Это The Producer. Это чувак, который прямо это, в наушниках сидит и по полной хреначи целые сутки, 8 часов. И ему прям говорят, типа, чувак, надо закодить такую-то хрень. И все такие, блин, блин, что так это неохота, там надо класс целый новый пилить, там, ничего еще не знаю. А он просто садится и делает. Потому что он The Producer. Это The Producer. Это рабочие лошадки. Это люди, которые просто сидят и на них держится весь проект, на самом деле. Если что-то ходят, там, пуп-пуп-пуп-пуп, кудахчут. А он сидит просто спокойно нарубил какой-нибудь, я не знаю, что, Dramon Bass. И сидит, работает в своей... Здесь еще именно Software of Choice. То есть он ниндзя, там, в какой-нибудь PHP Storm или иллюстратора. И пока все решают, как правильно нарисовать заборчик, он берет и рисует его. Понятно. The Producer. И, возможно, уже The Wolf не придет, потому что чувак-то все сделает. Ну, The Wolf, он корректирует. Вдруг продюсеры прессанули, и он две недели делал все как надо, а потом пришел The Straight Shooter и сказал, блин, чуваки, надо переделать. Вы делаете говно. Да, и продюсер, он прям взял и по фильмам стол вот так перевернул и ушел просто нахрен в наушничках дальше. И тут нужен The Wolf. Так, круто. И последний человек, седьмой, The Politician. Вау. Политик. Это тот чувак, который продает ваш дизайн. Который ездит и общается с клиентом и говорит, почему... Почему это говно должны купить? Да, да. Почему то, что забыли кнопку, это так и надо? И это все же были в этом моменте, все The Politician. Ага. А мы, когда пофрилансили, мы были все в одном лице, но тем не менее, все вот их... И говорят, а почему в ТЗ была вот здесь кнопка, а что-то... А потому что вот мы решили, что... И не мы, это вы даже уже решили. Вот вы сами подумайте, как вот нахрена-то надо отправлять форум? Пусть не отправленный, останется, так лучше будет и все. Так он, наверное, еще по Politician обещает. А мы в следующий раз еще лучше сделаем. Собой, конечно, то есть Expectations полный. В общем, и тут, собственно, в конце, если вы Team Lead, скорее всего, это вы. Это про Politician. Хотя, если вы Team Lead, вы можете быть и The Wolf, иногда, потому что вы крайне просто останетесь, вас вздрючат. Ну да, кстати. Вот такая интересная тема. Я как-то хотелось даже из нее выйти. То есть, как вот говорили, что в последней серии Шерлока композиция хорошая. А тут говно композиции. Тут в конце нету вывода, который у нас с самого начала ведет, что вот. И теперь вот вы сейчас узнали всех там в своей команде и пошли завоевывать там галактики. Нет такого. Не пошли завоевывать. Может быть, здесь есть три комментария, причем всего лишь к такой крутой статье, всего три. И тут мы с Акцентом все экселент. Это был огромный рейт. Я спорю, что он был волк. Там чувак какой-то, он думал, что он был волк. Ладно, в общем, да. Вот такая штука. Приходим к следующей теме. И следующий у нас Линч. Дизайн Линч. У нас все еще блок про дизайн идет, как вы догадываетесь. Bad or Red? Red это типа вау, супер круто, охренеть. Это именно подростковый сленг, типа ааа, охренеть. Red. Практически как Dove и Sick. Только у более, так скажем, интеллигентных людей. Новый флаг Новой Зеландии. Так, красота. Хочется сказать, простите за тавтологию, но нет, новый флаг Новой Зеландии. Несколько месяцев назад у них пара-тройка референдумов прошло. И выбрали вот такой вот новый дизайн флага. Здесь вот есть картиночка. Что ты, Никита, видишь? Я вижу здесь перо. Вот давай, что я сначала видел, пока мы с тобой не начали рыть. Я вижу здесь перо и звезды. И вижу, что звезды остались с прежнего флага, который был очень такой британский флаг, типа колония. Вот. А теперь вместо флага есть перо, а звезды так и остались. Цвета. И меня бесит еще вот черный цвет, как я и сказал тебе до этого. И не знаю, что с ним делать и зачем они его сюда поставили. Вот давай расскажи нам, что это за хрень. Да, во-первых, дисклеймер. Флаг еще не приняли. В марте будет последний референдум, который решит либо этот новый флаг, либо все-таки старый. Покажу вам старый флаг. Для наших уважаемых подписчиков вспомните, левый верхний угол, британский флаг и также 4 звезды и синий флаг. Так вот. Что же означает 4 звезды? 4 звезды означает 4 острова Новой Зеландии. Так. Как бы можно было ожидать. Можно. Но да. Синий это дань традиции. Был синий флаг. Белый вот этот вот пирог, как ты выразил. Это элегантный? Это серебряный папоротник. Угу. А именно серебристая циотея. Это такое растение. Эндемик. Это такое из семейства папоротниковых. Точнее, да, семейства циотейных. Ну, короче говоря, из класса папоротниковых. Я сейчас здесь надел такие очочки зелененькие, биологические. Так, тип хордовые. Тип хордовые практически, да, прямоходящие. Так вот. Самка бегемота. Подожди. Да. И это символ? Это единственный. Ну, короче, он только в Новой Зеландии остался. Это циотея серебристая. Охренеть. И из-за того, что она там осталась, исторически уже лет так 150, она используется везде на всех футбольных командах там и так далее. Причем именно на черном фоне. Ммм. Вот он. То есть черный фон, это исторически она была серебристая. А какой как бы контрастный цвет с серебристым? Ну, черный. Поэтому везде был просто вот этот папоротник на черном фоне, это был флаг всяких футбольных команд и так далее. Представляешь, сейчас вместо черного сделать желтый. Ооо, ну нет, не поменять местами синим. По-моему, нормально было бы. Ну, да. Тоже контрастно. Согласен. Желтый синим самые контрастные цвета. На самом деле оранжевый синим, но не будем. Так вот. И это, грубо говоря, совмещение наследия Британской империи с их собственными достижениями. А новозеландцы предпочитают думать, что вот этот вот черный флаг с СТ и серебристой с серебряным папоротником, он на весь мир известен как вот, не очень на весь мир, ребят, без обид, кто нас слушает из Новой Зеландии, Питер Джексон, Фродо. Фродо, извини. Да. Но, а вот они предпочитают, что это символы их достижений. Такие у них и достижения. Поэтому вот так вот сделали. Пишите в комментариях, что думаете. Ах, я, кстати, гуглил старый флаг, а мог проскролить там тоже. Да, да, да. Смешно. Здесь все написали, что полное говно, что он слишком детализованный. То есть вот эти складки, они типа прям встроены во флаг. Это не то, что мокап такой. А, да? Это типа он хотел, чтобы так и было. Не, ну складки нафиг не нужны. А без складок-то нормально, что? Ну вот если только, раз ты мне обосновал, что черный так и должен быть, в принципе, нормально. Мне знаешь, что флагшток напоминает? Че? Вот в Марио, когда уровень проходишь, надо прыгнуть на флагшток и спуститься, и если сам увергущечку зайдем, 5000 очков будет. Да, да, да. И эфире па-па-пу-па-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Из-за того, что ты быстро пробежал. Ну ладно. Так. Следующая тема для фанатов «Звездных войн». Нам в комментариях, кстати, с тобой к прошлому подкасту и даже нет в прошлых разговором у экрана где мы с тобой вдвоем были из саньком который потом все порушил их воспоминания вот нам написали типа какого хрена вы спойлерите фильм который еще не все посмотрели я надеюсь сейчас все посмотрели но спойлере все равно уже не будем статья для фанатов звездных воин пойти так скажем шутейки про штурмовиков по stormtrooper прикольно и начали прямо самого stormtrooper то есть типа идет шторм и он такой весь в этом дождевичке с зонтом прикольно вот ты посмотри у него разные наколенники это у всех штурмовиков так было или нет не хрен его знаю ты не настолько фанатов я вот что-то как-то тоже нету не лон трубер лужайка трубер так лужайка век так вот морин трубер это тот кто скорбит это как бы такие с ней чем скетчи прикольно да да здесь есть собственно source джо стоун на сайте джо стоунка у юкей портфолио drone troopers дрон от слова рисовать и сам вупер и рисомовики так вот warm trooper теплый мне вот он понравился общем шапочки сразу south park как-то вспоминаю есть corn trooper и что такое corn это фирма которая для веганов вегетарианцев производит заменители мяса я загуглил в 1985 году такая английская фирма образовалась у него веночек такой прикольный типа он ну да типа он такой и мясо это убийство него плакатик из нее такой одиночный пикет с небольшой вот это корни тупер не корн как кукуруза куорн если угодно форлоран трубер одинокий но это как океану и взрыв стать согласен я сейчас тоже об этом подумал до этого не подумал swarm trooper это смешно это смешно рой летит за штурмовиком рой мавик хорн тупер на трубе играет горн мне в хорн труба хорошо хоть не хорту да это хорошо по он суп и на что-то фон но это видимо когда смешкой фигурами да не знаю так new born туда смешно это круто торрент упер это разорванный и говорят движки бумажный такой разрыв и фонд я не знаю что фонд опять же но это какой-то видимо а я прям загуглю вместе с нашими подписчиками они тоже гуглят и urban dictionary мне открывается то есть это какие-то прямо непонятные вещи нет здесь нет такого фонд но это эти может быть не фонд фон не знаю странно я не очень понимаю почему на этих скетчах не простебали что штурмовики косят попадают классические в эти шутки что там стреляют стрелять не могут попасть и типа там что-то он фейс пал да да и сейчас кстати я хочу рассказать кто не знает ты по-любому тоже не слышал короче есть новый мем про штурм трупера из новой седьмой части про того который против финна то есть против черного чувака они он там схватки не помню в какой где-то в середине там типа не против штурмовиков что-то гасится именно гасим за и там короче типа штурмовик один финна замечает такие типа ты предатель и он кидает пушку и достает такую хрень раскручивает он именно я знаешь ну давай ты скажи вообще а я буду скажу для чего вообще это добавили на мой взгляд ну вот да и типа они с финном начинают мочиться и практически фену проигрывает в это время на самом деле но он типа проигрывает и там что-то случается там то ли чубак или даром там подстали вот имел мем всего просто что этот крутой чувак вот так скручивает очень много гифа есть еще где-то гифка где как бы совместили два чувака вот так раскручивать тебя предали два раза короче говоря на мой взгляд это добавили чтобы нам показать почти почему финн взял вот световой меч и что-то мог вы же так нам показывает что штурмовики проходили так скажем фехтовальная так это и миссия не до что в них были вот такие штуковины просто чтобы потом когда фанаты а почему еще фильм когда skylar реном бился мог тоже что-то ему там а потому что его тренировали на вот этой штуке когда раскручивать я хочу сейчас признаю что ему пианино должны принять пианино раскручивать то есть это же нужно чтобы обосновать это кстати мы не спойлерим чтобы обосновать вообще почему финн мог сражаться на и то же самое рей ей палку дали только для того чтобы тоже обосновать она взяла меч и что-то может фехтовать потому что иначе кайло рен был бы совсем жалок она кстати могла бы даже и двойным мечом фехтовая двуручную да я больше чем уверен что она такой себе и сделает в следующих эпизодах блин спойлер подсказал это сейчас спойлер был джейджи абрамсу а не он кстати не он не он да ну ладно переходим к бизнес новостям да или или бизнес у нас сейчас раздел да так вот netflix заработает в россии в январе по-любому все уже слышали но я еще заработает смысле будет работать заработать смысле денег и то и другое так вот крупнейший американский онлайн кинотеатр netflix это надо к нам в джингл если они оплатят рекламу сделать крупнейший американский онлайн кинотеатр netflix заработает в россии уже в январе сообщает известие так вот оказывается и netflix заработает пока в lg electronics девайсах то есть в телеках lg smart tv где есть и некоторых телевизионных приставках читай в apple tv я просто видел на apple related новостях подожди то есть ты хочешь сказать что если у меня типа apple tv и вот на русском он же у тебя там на русском да у меня на русском если выбрать английский есть кнопка netflix выбираешь русский она пропадает вот тут видим она появится а ты можешь сейчас типа и оплачивать даже может даже не с американской карточки netflix если я включу английский itunes store там какая-то связь именно с этим сторон что мне именно с apple учетки будут снимать бабки не то что я прям там настолько удобно что мне не надо netflix аккаунт заводить у меня прям с apple аккаунта будут бабки брали американскую учетку надо да на понятно ну вот короче теперь возможно будет все круто в российском всем и причем говорят что и в ростелекоме появится в тв приставках netflix но ростелеком по этому поводу пока молчит но есть слухи а у ростелекома если ты вы приставки я сейчас смотри мне как-то неожиданно это было но вот тем не менее есть охренеть и ростелеком от комментариев отказались а lg уже по ходу стопуду и у нас кстати у нас у меня завис ноутбук у нас есть следующая новость про про это же да давай я так пока он у тебя завис я тебе скажу другое так что у нас есть структура по рынка по игрокам и больше всего у иеру 28 процентов российского рынка видим онлайн кинотеатр но мы кстати обсуждали неоднократно да а структура здесь прям мне нравится рис 3 . вот как в дипломах надо оформлять вот рис . 3 . структура смотрения на рассмотрение на российском рынке от и т видео сервис онлайн тв т не знаю что это и витиви видеосервисы так вот 54 процента смотрят с пк так и 30 смарт тв стало быть рентабельнее было бы все таки на пк в онлайн то есть netflix ком слышу рутом я не знаю не мне им подсказывать но надо 30 смарте 15 процентов мобильные устройства и 1 процент приставки то есть то что рост раз он отказался от комментариев это не мудрено у них всего один процент чем комментируют они да не забили просто на эту хрень и все ну давай теперь переходим к теме переходим к следующей теме которая тоже у нас про netflix и она уже как бы более горяченько я так и назову так она назову сейчас я раскрою чтобы я как бы так netflix м ол во первых у нас урал а сама тема гласит короче звучит так юриста русском свободы пригрозил александру окопову а медиотека что netflix уничтожит вас всех между прочим про этого юриста мужик или это саркис дробленя прошлый раз мы же вспоминали войны кстати воду иска кру трекеру так вот а медиатеку вот это нам недавно советовали что типа чуваки вы рутрекер то рутрекер а можно вообще с моей сериала на а медиатеке как бы ты где нам свет но в комментах прям практически писали что типа чуваки а медиатеку даже не помню ну мы с никиты тут навели research что же background research если угодно и посмотрели что на а медиатеке можно смотреть сериал elementary о котором я говорил но но в данный момент я смотрю четвертый сезон который как бы ну там пол сезона уже вышла то есть там с сентября и до декабря а там только третий то есть они видимо когда только 4 весь выйдет только тогда они его закупят вами дети причем непонятно в ком переводе да тоже тоже не ясно там написано что первый сезон первый канал а второй какой-то там хрен что второй канал а третий третий к видимо короче говоря не все так круто с а медиатекой я не буду ли что это говно но что-то очень близко ну вот александр окопов возможно должен испугаться он кстати очень сильно плохо односи относится к пиратству вообще искал что типа вот надо покупать нормальный сериал и смотреть а теперь приходит netflix и возможно нет смысла будет смотреть сериал на а медиатеке хотя на netflix я так понимаю они все-таки будут показывать только часть каких-то сериалов не все а на а медиатеке то там все сериалы да хрен его знает мне почему-то кажется что ты имеешь ввиду что папиных дочек не будут на это к сожалению ну блин переживут я думаю весь hbo все где cbs и ebc это все есть на netflix ну да да пишите в комментариях если вы являетесь абонентом netflix если вы нас слушаете из соединительных штатов или если вы в россии вдруг как-то ухитрились там через vpn смотреть нам будет интересно узнать да ну вот от netflix еще переходим дальше к следующей теме раек медиа и реклама давай давай раек расскажешь сначала что такое раек раек так вот рек медиа предлагает обрушить рынок пиратских сайтов лишив их источников дохода так вот некий раек медиа это кластер я вот не очень понимаю почему они называются кластер раек это российская ассоциация электронной коммуникации призывает рекламодатель не размещать рекламу на пиратских сайтах как те так а вот просто интересно вот допустим рутрекер орг это пиратский сайт но я просто читал ступью они дают пиратский сайт и а рекламодатель он выбирает ли мне кажется рекламодатель работает с какими-то площадками а площадки уже работают непосредственно с теми где размещать я имею ввиду есть наверняка какой-нибудь посредник интернет-медиа рога и копытами да 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 которые просто связывают так скажем реальные площадки с реально ну я вот согласись допустим на рутрекер орг есть реклама там mail.ru игр и чё mail.ru игры непосредственно звонят алло здрасте организация о российские торренты можно вас разместиться там в левом баннере там это сколько стоит да вот неужели это так происходит я что-то сомневаюсь я думаю они приходят прям вот к этим рога и копыта медиа вот вот давай причем рек медиа призвал еще платежные системы сотрудничать только видимо с ними и перекрыть денежные потоки к пиратам с ними смысле с рейками своих медиа пиратский сайт вот под заявлением подписались ассоциация интернет-видео и там и тогда короче очень незнакомые люди да уже короче подписываются под это и действительно уже то есть то есть уже гонят на наших или не на наших я не знаю а мы сейчас зачитаем кто наши и кто не наши вот например не пиратские сайты такие на поиск афиша и mail.ru а пиратские это root tracker.org nnm club.me зайцев нет vk sound.ru либо усек lostfilm.tv season war.ru и другие сайты слушай то есть что зайцев нет уже при первых вот не говоря уже о кинократ точка нет и бобфильм точка нет ё-моё чё творят да ну так и а то есть когда я признаться root tracker nnm или брусек я знаю но зайцев нет тоже слышал на музыку все скачут да 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 ну а ну и lostfilm само собой то есть это же студия которая образовалась на пиратских переводах lost которые выходили чуть раньше чем первый канал ну еще тогда я мы школе учились я прям помню ну вот напишите в комментариях как вы относитесь к такому зажиманию пиратов а зачитай какой нибудь вот там есть апдейт в заключении мегамозг приводит комментарии экспертов по поводу заявления раек медиа пиратских сайтов давай выберем кого нибудь вот допустим ольгу макарова из мтс это чё ты ворта на хочу только хочу турова не знаешь это как в первую кабинку никто не заходит в туалете миштон скорее все самое застанное вот я первого не хочу читать он скорее всего его везде уже процитировали оп и вторую так вот оля макарова из мтс пишет документ крайне сырой с огромным количеством несостыковых ну вот этот документ составленный раек собственно первый пункт в котором вы вы пишете использование сайтами в сети интернет объектов авторских прав или с или и смежных прав без получения соответствующего разрешения лицензии от правообладателя так называемый интернет пират сразу возникает вопрос как быть с creative commons creative commons это тип лицензии при которой вы можете размещать контент и по желанию оставлять так скажем авторство но там зависимости от creative commons 0 там 3 и так далее их несколько вариантов но вот есть и где обязательное указание авторство а есть где нет вы можете указывать можете не указывать не нужно разрешение спрашивать и это типа в документе не прописаны и какого хрена так вот и да и далее в том же пункте извлечением пиратскими сайтами прибыли путем сопутствующего размещения рекламы или взимание платы за представление доступа к контенту категорически неприемлемо какой прибыли идет речь налогообложения после после налогообложения если пиратский сайт не извлекает прибыли то есть он работает в ноль доход равно расход он уже не пиратский с ним можно работать то есть чайки за еду работают если там да если нет прибылей если все как-то расходится чтобы ндс и не плодить и так далее то как бы да очень много несостыковок в этой хренере как хочется вернуться к теме кабинок туалет и вспомнить что в разрушителях легенды не проверять что на самом деле первое это самое чистое потому что все так и думают что типа ну да она самая застана и так никто не не идет и она самая чистая но это так опять же минутка занимательного в европе дизайне мы причем продолжаем про какие-то мутные делишки я так и назову бизнес все таки бог на это бизнес блок называется мутные делишки так вот открытка компании яндекс зарегистрировал яндекс медиа через прокладку доверенное лицо и без защиты патентами прокладку это они назвали номинала таким но и по разному называется если люди если это фирмы которые отгрузками занимаются и через них отгружают чтобы потом обналичить и помойки называются вау такие фирмы для тебе сленг и не интернет пиратов а реальных пиратов нормальных людей нормальных людей вот есть прокладки еще это просто видимо лишний посредник чтобы завести там чокова короче было запали на кем-то я не знаю кто вас за этим смотрит что роскомнадзор зарегистрировал информагентство яндекс . медиа в качестве сми сообщил а там кто-то там вот эти индексы со за этим смотрят вот те и сообщили да так вот они обратили внимание что учредителем стал миса не сам нидерландский яндекс а оказывается нидерландский яндекс главные чуваки у нас не хотел знать да или какой-нибудь из московских или юрлиц яндекса а компания о какой-то там аналитический центр короче они зарегали вот этот яндекс медиа и как я понял яндекс медиа это такая хрень где помнишь мы обсуждали в ком-то подкасте что они сделают типа яндекс погоды роботизировали новости агрега да да агрегатор новостей вот это но вот это вот эта хрень это вот то что они зарегистрировали до недавно на никого павла паха и ныне это сотрудник яндекса причем он недавно только пришел как я понимаю в яндекс тут написано весной 15 года уже уж год скоро будет как недавно хотя да ну да ну вот то есть зачем это сделано причем вас все роем опять же спрашивают у яндекса как он намерен объяснять своим акционерам структуру владения ооо аналитический центр яндекс медиа и 2 как из числа многих тысяч сотрудников яндекса выбирается номинальный владелец для сервиса спичку вытягивает ничего нибудь другое короткое вытягивает это вот самая короткая то ты это подставляет а кто проиграл дурака короче тут и ну на самом деле можно пофантазировать они не хотят с акционерами они вдруг думают что яндекс медиа будет самая прибыльная хрень так и они не собираются ни с кем делиться так они в оошке все бабки будут оставлять и делить там между собой а чё это ну вот так а вдруг это как это связано с отмыванием день с налогами с неуплатой с я не знаю будут в яндекс медиа все перечислять да в общем напишите банкротами их объявят простые нам напишите если вы работаете в яндекс медиа идем дальше к следующему блоку следующий блок у нас разработка он причем небольшой что ты уже а это так только думаешь вторая статья на объеме 100 так хорошо я был как-то даже ну реально большая во-первых первое это анонс foundation for emails если вдруг вы помните я щас ударишься в ностальгию мы в паблике выкладывали может быть года полтора-два назад отличную тулзу от за который сделали foundation называется инк и там был логотип такой осьминог или кальмар не знаю как правильно короче говоря вот я здесь для наших зрителей про скроллил а слушатели представьте розовое такое существо морское в очках и у него в каждом щупальце разный девайс что показывает адаптивность ваших будущих имейлов которые вы верстаете короче говоря это фреймворк для интернет рассылок email рассылок точнее интернет рассылок смешно такие как вечерняя рассылка медузы думаешь они тоже на инки делают я не знаю на чем они делают но писали что они неплохи опять же я считаю что они плохи так вот и фреймворк нужен для того что все мы знаем что верстка html email of это боль потому что там надо все стили инлайна выписать в каждый элемент при процессорами толком не воспользуешься ну короче говоря прям вот реально боль таблицами надо верстать если все вручную делать я прям помню у вас была какая-то тема в разговорах у экрана что это боль да прямо на заголовок такой был как верстать html email и вот-вот тогда мы как раз все посоветовали просто foundation for emails и все у них там кроме того что есть ну просто заготовленные классы как это принято во фронт-эндовых фреймворках у них есть еще тузов который ты передаешь отдельно css файл отдельно html файл и он тебе из css файла берет код именно css правило и онлайн его в параметр style у каждого html элемента вписывает чтобы даже самые сраные outlook и понимали там чего кого в общем очень много у них тузов и они пошли еще дальше как фил шиллер так они думают что вот где-то к началу 16 может быть февраль я не знаю может быть час в ноябре выйдет новая версия фонды что emails 2 и она говорится о том что там как обычно увеличаются проценты поддерживаемых клиентов они сделали если перейти так скажем к внутри аночки потому что под капотом они сделали 12 колоночный грим это это 12 колонок можно вы e-mail стороны то есть грубо говоря да чтобы ты дизайнить мог под 12 колонок но она все будет нормально грейс фоли деградировать там в люб в тупой говно для outlook который там таблицы будет это делать и так далее плюс они сделали подключили сас суда из можно прямо settings с css править настройки цвета туда вписывать размеры и так далее и хоп у вас будет все перекомпилироваться прям по понтовым ну и здесь они говорят про то что где все эти табличные штуки и так далее инки у них есть туза вот о которой я говорю в которой все это по передаешь как два файла он тебе хоп и выдает бутерброд готовый который ты уже отправляешь нам в mailchimp или куда-то еще слушай знаешь чтобы я хотел посмотреть в сраном outlook в каком нибудь который все там опять же деградирует так хотела посмотреть как выглядят письма от blizzard вот у них вообще очень красочные в одну картинку практически письмо я смотрел это разрезанные картинки то есть их несколько ну потому что там фактически разные куски на разные но они не сбиваются все понятно да или как ну вот сраными outlook аминивладе напишите как у вас выглядят письма мне честно скажу мне даже грустно об этом перестали мне их слать почему-то да потому что все вов как тебе от меня может быть высылали когда был там типа анонс легиона с тех пор все молчок ну скоро будут не переживай да я конечно не подписан на starcraft там и прочее дерьмо или heroes of the storm и overwatch как там у них называется их шутер мне мне все же мне все приходит и если короче себе в самом клиенте батл мы туда да 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 вот у меня галочка видимо только на новостях касающихся world of work кстати пишите в телеграме мне в личку кто хочет с нами поиграть мы делаем гильдию его дизайн и будем надирать задницу world of work и до продолжим на следующий продолжим смайл из дед лонг лив смайл и гайд альтернативе смайл фичерс погнали кстати никита ты заметил что все со стрикс опять обновили дизайн толстяк то работает он что-то все сухо из я скоро зайду там просто белый лист будет крейкс лист будет он уменьшил во-первых разрыв между сесса стрикс и верхней штучкой то есть там прям был большой white space так скажем он уменьшил видимо чтобы на телефоне как-то это все более убористо выглядел он убрал на хрен рекламу я играл с узел да кстати он убрал рекламу трехауза и знаешь из-за чего так возможно после того как трехауз дропнули зака гордона о ты думаешь там у них возможно крис куэр с заком гордоном и дружил но раз вор пресс то да 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 и все он как-то медиатемпл теперь самый верх рекламирует все такое черно-серое за что-то сильно очень официально я прям вот сделал 320 пикселей посмотрю у меня на ноутбуке ну-ка лишь здесь маленькая реклана да все такое убористое крутое мне прям больше нравится теперь еще больше я прям в толстях знает что делает вдохновляюсь до для юг дизайна можно кстати по-прежнему здесь есть эта анимация которая жмешь на ну ты понял на черном россии со tricks янами с кстати а вот этот хедер я сейчас заметил он вот на посту маленький если мод саму статью смотрим а если своем главную то он большой вау я вот этого не ожидал ну ладно это так лирика перейдем к самой статье мы все-таки не блок здесь смотрим статья написано сарой драстно одной из авторов у них теперь на css tricks очень много авторов сам крис койр почти не пишет уже ничего ну он ударился в code pen и в лодж в их закрытый сервис где они там помогают вместе и так далее то есть у них там типа разговоров у экрана платные так скажем сессии в которой есть чувак задается тема и типа все кто могут задавать вопросы подключаются и задают их за бабки ну то есть у них под просто подпиской все кто подписку оплатил могут задавать конкретные вопросы по этой теме неплохой кстати формат надо задуматься про бабки ты имеешь ввиду да естественно просто когда бабками пахнет я как-то радуюсь сразу так вот смайл мы с тобой уже в этом подкасте как-то раз обсуждали что хотят прекратить поддержку этого формата нативные свечи анимации которые прям тегом и не мэйд моушин делаются и за такие запретили ну то есть это же уже в каком-то там тридцать пятом сорок пятом какой сейчас chrome последний и ты же знаешь 47 вот по моему начинается 45 уже отменили так вот только сейчас нам написали статью типа как быть вот в мире без смайл здесь есть не и тут разбираются несколько фич и как каждую фичу можно заменить другими средствами именно средствами и вот первая фича это движение вдоль по вдоль пути то есть грубо говоря я не знаю тебя там есть дэм очки все езды а судя по тому как у тебя кулера крутится я слышу все-таки дэм очки есть так вот здесь это кто вообще это совушка с рогами возможно это ушки я не знаю нет ушки весь с боков коричневый но вообще-то лил гай если хорошо лил гай вот лил гай он двигается по треугольничку и там он задается в аниме мошен через параметр по этот треугольничек так можно сделать через css свойства моушен пас которая то по-прежнему поддержит только в хроме в опере в андроиде но тут все прям пишут баг репорты и прочие штуки что типа добавьте в эти в микрософтский браузер firefox ну дописано что авторша авторша она написала даже баг репорт в сафари типа добавьте пожалуйста но добавит только к следующему июлю естественно и то если повезет поэтому у меня здесь вот уважаемые подписчики видят в демке лил гай не двигается во втором у тебя двигается у меня во втором двигается причем достаточно хаотично но не хаотично но как туда идет немного да ну короче говоря у меня нет у меня стоит на месте кроме этого есть супер крутая библиотека green сок это анимационная библиотека джиоскриптовая причем для нее есть платные плагины то есть сама библиотека бесплатная а вот всякие на на ворот и хочется сказать плюшки они платные вот здесь есть коды что типа прям можно хоп добавить без е такие-то координаты автоматически двигаться и так далее вот он двигается я здесь делаю клик или как там что мне надо делать надо выбрать тебе 47 не я вот щас кликнул он там нормально или или я просто реран нажал короче говоря есть кривая без е и можно как вниз выставлять там от нуля до скольки то что более плавно двигалась короче говоря кроме этого можно прям параметр path передать здесь морф свечи только с помощью морфы сведи плагины не знаю платную на ли нет это то о чем я говорил там есть как бы кусочки которые можно добавлять это может есть бесплатный кгину естественно их можно все скачать на пиратских ресурсах где рекламы теперь нельзя размещать но тем не менее лгай будет двигаться по пасу если через морфы свечи плагин передать под дату без е то через метод двигается нормальность по пунктирчик у меня прям хорошо ну здесь кучу прям вариантов что по такому-то пасту нас отступом есть offset 125 50 и он будет не по самому треугольничку двигаться сбоку чудо вижу снова окей а кстати есть кучи вариантов вариаций именно по кривой без е тайминг функции короче говоря линейно просто двигаться с одинаковой скорость или сначала ускоряться как мы в прошлый раз это обсуждать вот 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 именно и вот эти типы анимации их можно менять параметр из передавать в этот объект короче говоря круто следующая фича шейп морфинг это такая хреновина я про нее даже рассказывал когда снимал видос произведение меньше это когда именно из одной из одного поста он в другой прям переделывается это очень легко делается с помощью вот этого аниме здесь прям подписан что такие дырки такие-то значения из такого-то в другой ну я прям в видосе это объяснял что не будем повторяться можно опять же сделать с помощью green сок морф и сведе здесь вот пусть и меняются эти круто сделано еще загла и опять же почему вот ты думаешь почему вот так красиво выглядит на только из-за того что есть вот эти из им из-за того что не просто взял и переделался линейно именно или там понятно то есть именно к тайминг функция кривая то есть сначала медленно потом быстро и сначала быстро потом медленно и только из-за этого прям круто так вы не просто плавно тупо да 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 то есть вот это именно самое важное в юзер-экспириенсе анимации не должны быть плавными они скучные сразу становятся а если это вот все хорошо ну кроме green сок можно snap свечи или свечи морфиус прям реально библиотеки использовать но здесь вот прям авторша она сильно лоббирует green сок минимума приплачу проплатили как у логина так вот там можно естественно на все расписывает как можно все параметры менять живем 9 10 столько этих и все опа и меняется я там дальше смотрю какой-то жесть где поджигают свечку да просто хуже знаешь она ведь о том что с помощью морфы свечи можно так круто сделать что там дымок аж идет я здесь делаю реран специально для наших зрителей уважаемые слушатели просто поверьте на слово там на и свечи свечечкой у нее хоп и дымок реально я прям слушать а не по это еще закрутить это жесть вообще следующая фича смайла дом events можно прям внутри тега аниме это было писать что начинать по клику или по хуверу то есть реально прям такое было и ну само собой заменить java скриптом не состоит никакого труда то есть просто анимацию у нового класса и по клику менять класс там и что неважно чего угодно а по из и сделал клик увер на green соки естественно можно свое сделать restart туда-сюда сдвинуться следующее это смещение то есть можно сделать написал бегин какая-нибудь анимация вот когда она закончится плюс 1 секунда но все сессии можно сделать тупо отступами то есть два две секунды ап и у следующий анимеющим анимеющим дилой 2 2 секунды задать с помощью при процессоров еще удобнее в переменную вынес 2 секунды и просто подставил что здесь она столько-то длится и тут автоматически такой же вот то есть это не сложно и здесь даже прям с помощью джейк вэри напит болин я перелеснул статью случайно хотел пролистнуть внутри там этого и чё там не листается ну короче говоря менять анимеющим стоит помощью джейк вэри пауза не пауза туда-сюда это все можно сделать в green сок естественно плюс один после такой-то там передавать внутри метода ту и все с келью next win one second of через одну секунду после такой-то анимации через запятую просто передать все и здесь в конце есть табличка прямо как каждый параметр атрибут смайл анимации можно заменить с помощью либо кода либо технологии то есть там keyframe css анимация или там restart функция у библиотеки gsap green сок анимешек ну слушай блин то есть помощью статьи можно вообще хрен чё делать ну то есть грубо говоря да нам показывают что ну вот я помню мы с тобой я в частности говорили что типа у фуфу какого хрена то что многие вещи прямо вот попросту очень сложно будет сделать лишь не сложно всего лишь взять платные плагины и типа нормально будет то есть некоторые вещи без гсапа не сделать никак здесь кстати пользуясь случаем вот посмотри табличку и предпоследний пункт последняя сас написано заглавным неправильно вот так не вы не не поставил гайду авторши не поставил гайду сделал ладно переходим к следующей статье а метов а причине следующая статья у нас из раздела соцки да так как мы любим да мне нравится опять же урл у роем прощай хипстер о где я не был никогда это отсылочка к песне на утилоса помпилиуса гудбай америка о так вот некий а метов закрыл look at me лэм раша лэм раша подала иск о собственном банкротстве сейчас все кто сидит в со смузями и лофте нас лофте и нас слушает да они по-любому понимают что на look at me ни хрена давно не обновляется уже три дня как с 1 с 1 января оттуда нихрена не пишут на look at me так почему потому что они походу обанкротились пишет дабил оч а дабил оч тоже в лэм раша входит как мы вы да то есть довелась это не просто хрен из горы они тоже вместе с ними в лэм раши причем лэм это грубо говоря от look at me но почему-то лук от me закрывается остальные живут согласен непонятно они с него начинали его же откидывают как балласт да но большинство сотрудников останется в издательском доме в редакциях the village wanders in и for for то есть это лэм это издательский дом чтобы вы понимали как-то структуру понять да я даже не знаю кому будет понятнее зрителям или слушателям зрители только тексты здесь к сожалению нет схемы кто под кем ходит где хопсон фирс а где форфор да но если вы сейчас на данный момент прихлёбываете из вашего смузи то поясните нам пожалуйста вообще насколько лук от me закрытие лук от me повлияет на остальные издания и на вообще на издательский дом вот но за велич я предположим слышал и look at me а for for форфор не слышал а в андерзин тоже вообще я вон дурзайн причем он дурзайн открытый слог ой так вот официально заявляю пишет алексей аметов на фейсбуке что выпуски добилась в андерзина форфор ничего не угрожает я в отпуске и комментарии смогу дать только после 11 января бухает бухает ну 2 января нашел в себе силу 8 58 п.м. ответить но это видимо мое время показывается на челябинске она не мое и в москве было 7 вечера так вот это велич цитирует амета что л.м. это сильный бренд который начнет новую жизнь просто не в данный исторический момент ну какая они хоронят сильный бренд это как-то не вяжется видимо все плохо видимо слабый бренд все таки продолжаем про хипстерские темы у этого очень не смог защитить свой инстаграмм от турецких хакер туришь туришь хакер как как индей индейки на герб индейки хакер хакер наевшиеся индейки да так вот турецких хакеры на медни взломали инстаграм главы минсвязи причем он и не проснулся буду что 3 января это было причем в ночь на 3 января между прочим многие заметили это а сам инстаграмм никак вообще ничего не не щавелится то есть все там у всех бомбанула нихрена себе хакеры запастили у него в инсте у главы минсвязи флаг турции собственно российского бомбардировщика су-24 и который был атакован то есть в в бибисе хввс рецкими бибисе а также портрет ата тюрка ну давай пока ты рассказываешь комментарии министр связи я узнаю кто такой атаке на собственном минсвязи говорит спасибо конечно всем за активную реакцию на взлом сервиса инстаграмм сожалению сам инстаграмм не реагирует на данный инстаграмм нет уже более 9 часов а у них все еще праздники они хэппи new york не оба поет в отпуске вместо метров это есть агентом собственно мустафа кемаль ататюрк это первый президент турции чтоб ты понимал то есть там у них какие-то еще символичные хрени ну в общем оказывается спокойно можно инстаграмм взломать какого-нибудь минсвязи и запустить туда любой бред я даже не знаю хорошо это или плохо я думаю плохо в любовь подожди давай как нибудь час найдем найдем моего аккаунт или нет минсвязи надо за гулями связи россии а это примен связи или это его лично ну мне охрену знает но у него возможности там будут селфи и котики и сиськи у него там будут. Да, да, котики. Instagram.com slash nnikeforov. Не, уже разломали обратно. Ну и что там у него на Винститете вообще? Ну, там он ходит там в Крыму и теперь полностью с 3G, а в центре города 4G. А, я вижу. Про Симферопор. Вижу, вижу. И вообще там они меряют прям спид-тестом. Слушай, блин. А какого это числа-то все? Шесть дней назад. То есть они откатились до... То есть тюрки, они не это... Не покилили вообще все. Как-то это интересно. Интересный взлом. Ну вот как будут такие. Пишите из Симферополя. Есть у вас уже 4G. Я, правда, не знаю, какого оператора там должно быть. Но вот Аксенов думает, что все хорошо. И другие дядьки какие-то в касках. Переходим к более крутым дядькам, которые тоже в касках, но в разделе WordPress. Да. Первая новость у нас такая. Добавь Telegram в свой модуль Jetpack поделиться. А что, оказывается, WordPress знает, что такое Telegram? Ну, конечно. Что он же уже бомбанул. Да. То есть реально, его уже знают за рубежом. Отлично. Во-первых, тут Сара Гудинг, наша любимая авторша с ВП Теверн, делает некий эпиграф. 17 декабря телекоммуникационные компании в Бразилии отрезали доступ к WhatsApp. У всех пользуетесь. Прямо посреди карнавала, видимо. Прямо взяли и ножницами, знаешь, такие тетки в перьях подошли. Опа! Отрезали большими ножницами, как ленточки перерезают символически. Вот так же кабель прям WhatsApp. И что, и связались с Telegram-овским кабелем? Нет. Просто сказали, что типа, мы там полицейским требованиями там не отвечают, говно. И 100, примерно 100 миллионов юзеров пошли в открытые поиски. И нашли. И нашли Telegram, потому что были данные о том, что в Telegram зарегистрировались 5,7 миллионов новых пользователей. Охренеть. То есть бомбануло. У них серваки нагревались. За двое суток, которые в WhatsApp не был доступен. То есть там как бы они потом разрулили, занесли кому надо. Или денег, или в грудную клетку, я уж не знаю. Но да, то есть Telegram-то привалило у них. И в принципе, вообще у Telegram всего 62 миллиона пользователей было в мае 15-го года. Подожди. Так. 62. Миллиона. Миллиона. Сейчас, значит, следовательно, 67,7. Ну как минимум. Это статистика с мая 15-го. Если у них вообще ничего не увеличилось, с тех пор прискорбно. Я думаю, что уже вообще до хрена. Мне просто интересно. Это вот такое внедрение в Бразилию было. А если сейчас у нас где-нибудь еще в Штатах от отрубят, так же. Хотя нет, в Штатах в WhatsApp отрубят. Чтобы в Штатах что-то просто взяли и отрубили. Там не настолько беспредельно все происходит. Согласен. Там как-то несколько раз предупредят, спросят. Может, вы все-таки это как-то, ну... Да и да. И там потом... И в случае чего, если нет, то какой-нибудь окружной суд какого-нибудь там сраного городка под Сиэтландом сделал, оп, и все. И во всей Америке запретят. Как обычно это бывает у них. Гейбраки разрешили где-нибудь там, и уже и хоп, и везде разрешены. Кроме Техаса. Конечно. Ну так вот, мы с тобой здесь же в этом подкасте, как обычно давно сидим, обсуждали, что добавили кнопку рассказать в WhatsApp. Угу. Как-то я сейчас даже посмотрю, когда это было. Где кнопка рассказать в Telegram? В 10 апреля была про WhatsApp. И вот теперь, наконец-то, появилась кнопка рассказать в Telegram. Вот. И здесь есть скрин с Android поганого. Угу. Ну, ты можешь видеть, что Facebook, Twitter, Pocket, и там Telegram. Причем, так смешно, но Telegram не SVG. Видишь, да, растровое хреновое говно? Индичное. Ну, слушай, у меня просто как зиночка. У меня на реке не прям отчетливо видно, что Pocket, Twitter и Facebook, они прям чайчайшие. Ага. А Telegram, он прям такой... Ты имеешь в виду, не позаботились? О, да, вижу. Ну, то есть, прям, не очень хорошая реклама в данный момент. Но это только для тех, кто на рейтине сидит. Может быть, может быть. То есть, ну, хотя скрин-то с Android. Там-то и не видно. Хотя у них же тоже большая плотность. В общем, теперь в Telegram можно расшаривать тоже прям коп, и ссылка улетела туда. А куда улетела-то, собственно? Ты можешь в чат ее потом кому-нибудь закинуть? Честно скажу, вот есть API в iOS. И как забилишь, так забилишь. Там есть прямо такая штука. Теперь, начиная с седьмой или с какой там сейчас? Седьмая или сейчас еще девятая версия. Вот начиная с седьмой или с восьмой, появился API поделиться в. И там можно добавить Telegram. Он по умолчанию скрыт в другие. Ну, если он установлен, конечно. Можно его выбрать. Там прям поп-ап показывает все твои чаты открыты. И, типа, ты выбираешь, в какой из чатов это расшарить. То есть я прям из твиттера, когда вот в наш с вами маленький чатик делюсь, я прям делаю через этот API. Ну, блин. Может быть, может быть. Как-то они здесь в Safari тоже интегрируют с этой штукой и вызывают именно это же диалоговое окно, типа, поделиться. И там сразу выбираешь, в какой чат. Вау, все, понеслась. Круто. Мне кажется так. Пишите в комментариях, если вы уже попробовали. Мы просто Jetpack'ом не пользуемся, поэтому как-то не можем. Progressive Port. Короче говоря. Это следующая тема. WordPress, да, новая тема. WordPress 4.2 добавили возможность обновлять плагины. Просто кнопочка апдейт, и оно Аяксом само обновляется. И здесь у вас, хоп, добавлено. У тебя написано крутые обновления тем. Да. Ну, Shiny Updates называется эта фича. Сверкающие обновления. Типа, опять же, сверкающие в значении, как в Твиттере, анимация сердечка. Типа, все, хоп. Там вот эта вот стрелочка крутится, и галочка превращается обновлено. Вот такое же добавили для тем. Пока это только плагин отдельный. Но его добавят в релиз в какой-то момент. То есть, как бы, он уже в версии 1.6, этот плагин. Нет. Нет. Я как-то не задумывался. Обновление тем на WordPress, оно же там, как бластная, хреновая, хреновая, хреновая. А теперь так же нажмешь, и он просто хоп, и обновиться. Блина. И они не выпадут с ошибкой, что, извините, 504 какой-нибудь. Ну, если будет ошибка, то выпадет, но как бы... То есть, все зависит и от вашего сервера, и от WordPress.org. Если вдруг у них что-нибудь обвалится, то тоже ошибка будет. Ну, прикольно. Не, ну, все к унификации приходит, как я понимаю. Да просто все приходит к оптимизации. Вот написано, Константин Обенланд, который... Обенланд? Обленланд, да. Который руководит разработкой этого плагина, или сам разрабатывает. Мы не знаем, кто он, The Wolf, The Politician, или The Straight Shooter. Так вот, он говорит, что, типа, вот, например, до этого, чтобы удалить плагин без вот того shiny updates, было 85 реквестов за две страницы. И теперь только один. Вау. Ну, это супер оптимизация. То есть, они реально супер. Они переписывают кусочки... О-о-о-о-о. Переписывают кусочки кода. И да. How Bruce Wampler... Следующая тема. Перевел 600 опций из WordPress. Просто из опций в WordPress Customizer. Мы с тобой, опять же, здесь давно сидим и обсуждали, что в какой-то момент чуваки из команды, которая делает ревью на темы WordPress-овские, сказали, типа, это, ну, вы вот, кто новые темы делаете, вы вот все опции, которые у вас там есть, там, текст, футер и так далее, вы их в Customizer засовываете. Пожалуйста. Да, потому что теперь так надо, иначе мы вас не подтвердим. И много было, так скажем, вони по поводу того, что какого хрена... Я до сих пор, на самом деле, не очень смирился с Customizer'ом, с этим сраным. Ну, слушай, так... В числе вот таких людей, которые воняли, был Брюс Уэмплер. И Брюс всемогущий еще. И Брюс Уэмплейте еще. Так вот. Брюс Уэллис был просто честно так. Я в подкасте игре, помнишь, мы с тобой разговаривали о том, что... Про крепкого ряда. Да, да, что он там матерится очень. Да, да. Факт бич. Вот, возможно, он был и матерился тоже. На Customizer. На Customizer, да. Так вот, у него в теме Extreme, Weaver Extreme, опять же, предельщик Extreme. Предельщик Extreme. Так вот, у них было 600 опций разных, хранилось там всякие цвета, CSS-шрифты и так далее, которые ты там выбирал, они хранились и применялись, в зависимости от этого. Куча дерьма, короче. Вот. И он всю эту кучу дерьма за 8 месяцев перевел в Customizer. Извращенец. А как это выглядело, просто интересно? Ну, вон там отделал менюшки, ты там... А, я вижу, я вижу. То есть там же есть целое у него вот, да, мы здесь на скриншоте видим. Тема, кстати, говно. Он наркоман какой-то, я не могу. Ну, там, он, возможно, издевался. Потому что я смотрю на тему, и она выглядит как будто в 2010 чуть-чуть кастомнутый. Не, и как будто ты тестишь. Знаешь, когда ты тестишь, ты делаешь цвета. Да, все блоки выделяешь цветами, чтобы понимать, где какие отступы, чтобы как-то вертикальный ритм проверить. Вот он тестит все еще, может быть, не знаю. Но у него, да. Это причем, ты понимаешь, что Джефф, Джефф, он... Вот этот скрин, я сейчас фуллскрин открыл, простите за эту автологию. Это он в ВП Теверн. А-а-а. Where every drink is on the house. Это в том смысле, что где каждый напиток за наш счет. Вау. То есть у них девиз-то крутой. Его даже на их теме, его даже и не видно. Ну, кстати, да. Интересно, а он есть где-нибудь в дескрипшене? То есть он выдернул это дерьмо с помощью WordPress, собственно. Да, да, да. Блин, я даже охренеть. Ты как-то круто увидел. Так вот. Нет, ну если посмотреть слева, охрененно много выпадухов. Да, да, очень много пэнелов. Если видите, у нас был просто видос про кастомайзер, опять же, на канале. Есть. Как вот эти пэнелы делать. Все вот это круто делать, чтобы можно было менять. И он пишет, понимаешь, здесь есть и мораль у этой всей истории. Кастомайзер, во-первых, на бэкбоне написан. А чтобы с ним работать, используется класс WP Customize. Там их много разных. WP Customize Control, там все классами сделано. И чувак, он познал дзен кастомайзера, когда эти все 600 топцы делал, и он понял, что что-то как-то медленно он работает. И он сконнектился, внимание, с чуваком, который делает кастомайзер. И сказал, так это, чувак, что-то у тебя медленно и полное говно. И только из-за того, что он эти 600 темы переделал, кастомайзер WordPress 4.4 переделали и ускорили. И теперь он работает до хрена быстро. Блин, ну я считаю, он крутой чувак. Да, то есть ему надо отдать должное. Он сковырнул там вот это вот гнездо, гадюшник вот этот, где WordPress делал. Ленивых бэкбонщиков. Да, да. И они переделали и сделали, чтобы все четко было вообще. Ну блин, ну красавец. Не, энтузиаст реально. То есть я прям даже вот... А он, интересно, продает за бабки или еще и бесплатная тема это у него? Черт, не знаю. Ну вообще здесь Джефф дает ссылку на WordPress.org. То есть еще и бесплатно. Бесплатно. То есть он вообще какой-то святой. Святой. Ну там, я думаю... Может быть, конечно, в Weaver Extreme Pro. Там просто тема в стиле американских сайтов. Да, да. Не задизайненных вообще. Но зато хорошо работающих. Согласен. Короче говоря, в WordPress 4 уже вложен этот фикс и уже работает прям вообще все. Like a charm. Я, кстати, хочу сейчас слушателям, которые не интересуются WordPress'ом, но слушают наш блог про WordPress'а. У нас тут целые истории уже выплетаются вот из чем мы. Кто такой Джефф и т.д. и т.п. И как мы живем над кастомайзером. Поэтому не забывайте слушать наш блог про WordPress'а. Это прикольно. Не забывайте переслушивать старые выпуски. Да. Вникать в эту историю. Нам, конечно, нам бы эгетическую память по Шелдону. Чтобы мы могли говорить, вот в 45-м-то эпизоде, помнишь, мы, Никита, с тобой на 15-й минуте обсуждали? Можно так, а можно как в сериалах. В предыдущих сериях Джефф говорил, кастомайзер это говно. А теперь вместе с Брюсом Уэмплером и с Брюсом Олмайтер считают, что это круто. Ну, вот такая история. А фильм наш будет совсем про другое. Так. Продолжаем тему про кастомайзер и про то, что я его не очень люблю. Угу. Знаешь, что они вот мне делают, чтобы мне понравиться? Именно вот мне. Какую-то новую фичу. Новую фичу. Да. Кастомайзер Pain Resizer. Собираются добавить в 4.5. Угу. WordPress. Хреновину, которая будет ресайзить кастомайзерную вот эту левую штуку. А то она узенькая, по умолчанию. Угу. И вот здесь есть скрин. Это Сара уже пишет статью. Вот здесь скрин, где кастомайзер просто на полэкрана. Ну да, я вижу. С ним удобно работать. Во-первых, можно адаптивность сразу тестировать. У тебя там справа все адаптивное сразу становится. Угу. А во-вторых, наконец-то можно расширить и как-то, ну, вот хоть уже плюс. Уже вот, опять же, уважение. Блин, ну я считаю, это должно быть встроено. Я случайно закрыл. Так они в 4.5 собираются встроить. Я чё и говорю. Да, то есть сейчас это плагином можно, да, накрутить? Да, сейчас можно накрутить плагином. Короче, комьюнити работает. Подожди, а в обратную сторону могу я меньшего сделать, чем дефолтный? Ну, слушай, не знаю. Не готов ответить, но вот, тем не менее. Не, ну, больше это самое главное для кастомайзера. Да меньше это смешно, но он же и так маленький. Быстрее бы вообще кастомайзер весь закрыл сайт и убрать нахрен сайт вообще он не нужен. Ставит только бэкболом. Вестон Рутер, автор вот этого вот фичер плагина, прям тоже хочется руку пожать. Хотя, конечно, лучше бы они отказались от этой идеи, но уже, видимо, не откажутся. И еще, у нас много сегодня про WordPress. Новый плагин выходит, называется Restore Lost Functionality. Плагин, который, как ни трудно догадаться, восстанавливает потерянную функциональность. Так. Хочется про дисфункции что-то сказать. Дисфункции восстанавливает работу. Так вот, в нем на данный момент есть три чекбокса. Вернуть кнопку The Short Link, которую убрали. Она, знаешь, была рядом с... Вот заголовок, под ним ссылочка. Там есть Edit и есть Short Link. Знаю, да. Вот ее убрали в версии 4.4 в WordPress. А что так? Ну, мешало. А куда делим? Просто вообще в лету кануло. То есть я должен взять и заголовка, как бы нажать, скопировать ссылку. Да, ну говно, короче. Для тех, кто хочет вернуть, есть этот плагин. Кроме этого, вот если ты вспомнишь, когда мы с тобой еще начинали, до версии 3.5 в WordPress, а мы и с тем начинали, когда-то давно в... Как там, внешний вид, да, называется, где меню, виджеты, там было еще ссылки. Так. И там можно было туда ссылки складывать, и их оттуда примерно как меню вызывать. Угу. Так вот, их отменили в версии 3.5, убрали, ну потому что это просто бред. Ну почему именно там ссылки хранить? Какие ссылки? Там как бы никак нельзя было не структурировать, ничего. То есть это атовизм, как ты любишь говорить. Угу. Ну вот его тоже можно вернуть. Отлично. Ну кроме этого, атрибут title для links. То есть раньше, когда ты добавляешь в редакторе, вот во встроенную редакторе ссылку, там писалось не alt-тег текстовый, а именно title, который при наведении всплывает, как tooltip. Угу. Вот. А сейчас сделали alt. И alt на самом деле важнее, вот честно скажу. Так. Ты как бы прописываешь, именно для поисковиков что там будет, а title, хрен с ним, его никто не смотрит, кроме скринридеров. Стивен Хокинг, как тебе зайдет на сайт? Title, там что-нибудь, restore last functionality, settings page. Да, да, да. Так вот. Let me speak from my heart еще. Да, мутко тоже через скринридеры, возможно, на сайтах сидит. Let me speak from my heart. Так вот, functionality. Можете накатить, если вдруг хотите что-то из этого вернуть. А возможно, по мере отменения, по мере отмены. Но каких-то фич будут в этот плагин добавлять, чтобы тоже можно было вернуть. Сайт можно будет вернуть, когда полностью кастомайзер придет. Да, да, кстати. Может быть, наконец-то. Кстати, помнишь, мы обсуждали плагин wp-crap, но кастомайзер remove all parts, расшифровывается, чтобы вообще убрать весь кастомайзер на хрен. Вот его должны как-то с этим объединить и как-нибудь назвать WordPress old fag. Ну да, это круто. Это круто, да. Отоматик, на самом деле, если ты не знал, на WordPress.com для платных подписчиков, для тех, кто VIP, price, VIP-план проплатил, у них есть сеть объявлений Word Ads, практически как Google AdWords. Встроительный клум. Word Ads, понимаешь, здесь еще AdWords, Word Ads, ну, так. Игра. Шутят они, да. Вот они, как бы прям целые бабки предлагают людям, которые себя на вип-сайтах размещают объявления именно внутри WordPress.com-овских сетей. Ты вот даже не знал, я вот не знал. Ну, нет, я подозревал, что для VIP есть всякие приколы. То есть, ты можешь свою рекламу... А если ты не VIP, у тебя на сайте время от времени тоже показываются объявления, но других... Но бабки идут не к тебе. Да, бабки идут уже не к тебе. А тут ты можешь, типа, сам зарабатывать. Да, типа того. И то есть, ты VIP-упаковку, будем говорить, VIP-план проплачиваешь там за 5 баксов в месяц, а зарабатывает, и ты можешь больше. Если у тебя посещаемый сайт, то там 15 баксов в месяц. Подожди, стой. А, короче, могу ли я на вот этот VIP, я же там сильно кастомить все могу, могу ли я просто туда встроить Google рекламу свою сраную? Ммм, не знаю. Но я больше, чем уверен, им удобно, очень... Проще накатить вот эту хрена тень? Да, да, да. Может быть, ты можешь и Google рекламу. Но это ты хочешь и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Да, готовится вставить, но сразу. Да, не знаю, не знаю, как они с этим борются. Ты именно тот чувак, которого тестером на Данеде, он будет вот такие штуки проверять в системах, потому что... Так, ну и че? Все, дальше твой блок. Слушай, подожди, я просто хотел еще раз про WordPress сказать. Мы когда смотрим весь блок WordPress, он какой-то у нас прям сильно американский. Я прям смотри, здесь все так круто, мы еще все с FB Terran читаем, здесь все такое в дереве, прям, мне прям сильно нравится. Да, у меня тоже ностальгия. Мы еще... Тут американские люди бесплатно на халяву улучшают нам кастомайзер. Да, жизнь какую-то делающуюся. Хочется как-то прям всем руку пожать, в баре с ними посидеть, прям вот американский футбол посмотреть. А мы обратно к нашим российским темам, где все про бабки и все... И все запрещают. Да, московский арбитраж разрешил Вимпелкому покупать доллар по 30 рублей. Опять про доллары вроде как. Но вроде как и... Но по 30 рублей. Вот это странно. Шокирующий заголовок довольно-таки. Вообще странная тема на самом деле. То есть чуваки, те, кто билайновцы, то есть Вимпелком это те, кто билайн. Так. Они что-то, какое-то помещение арендуют, как я понимаю, за баксы. Штаб-квартира на Садовом кольце. Так. Бывший завод ТИЗ-прибор. Да. Хочу хоть не ТИЗ-прибор. Ну да. И между прочим, арендодатель все еще компания ТИЗ-прибор. Ну вот. И они там, короче, стоимость аренды в диапазоне от 30 до 42 за доллар, за квадратный метр. То есть они там все еще снимают помещение за старый бакс. Так. Вот. В смысле, прям суд постановил. И суд постановил. То, что на Биулина перешли к свободоплавающему курсу, не должно влиять на то, что Билайн платит там штаб-квартиры. Типа Билайн пострадал от действий наших финансовых властей. Да. И надо бы им как-то компенсировать. Это причем за счет компании ТИЗ-прибор. Ну слушай, это да, кстати. То есть ТИЗ-прибор могли получать в два раза больше. А может быть, они на это и рассчитывали, когда сдавали свое помещение в баксы. Ну слушай, ну вот... Ну вот компания вымпел ком-то в каждую эту залезет. Блин, да. Ну короче, можно было бы, конечно, написать, как теперь Яндекс сможет попытаться через суд добиться пересмотра своих договоров об аренде красной розы, но маразматическое решение орбитражного суда скорее всего отменят в ходе апелляции. Это было с ипотекой по 24 рубля. То есть, возможно, это отменят еще. Еще было по 60. Это как обычно неокончательное решение, как и с флагом New Zealand. Кстати, какие 60, по-моему, уже там 75. 73. А мы давай с тобой посмотрим. Я сейчас прям... Ух ты, блин. У меня здесь я справа просто открыл этот центр уведомлений. Так. И у меня там новый виджет Twitter. И там у меня всякие популярные UPS followed, Scandal, что посмотреть, там вот такие тренды у нас. 73 на момент записи. 73 рубля. Ну, собственно, перейдем. к этой новости к следующей. Хочу как-то ипотеку по 24 рубля еще обсудить, но не будем. Да. Теперь далее статья The Verge про Twitter for Mac. Кстати, именно Twitter for Mac новый и добавил мне этот виджет. Ага, охренеть. Так что мы как-то прям как будто договаривались. Как знал. Да. Twitter's update Mac app wasn't made by Twitter. Короче, тема такая. Twitter обновился на Mac. Так. И это охренеть, потому что он не обновлялся. Сколько там лет? Ну, не. До этого он не обновлялся там 3 года. Сейчас он, ну, еще год не обновлялся. Еще год, но это охренеть. Они реально долго не обновляют. И все фичи, типа там, гифок, видосов, твитов там с четырьмя картинками. Ну, хорошо, твиты с четырьмя картинками, слава богу, показывались, но вот эти твит-цитаты, когда ты просто ссылку на твит вставляешь, оно оформляется в виде сниппета, этого ничего не было. Так вот, я просто, если посмотреть приложение на телефон, например, твиттер, там охренеть в истории обновления будет. Каждую секунду ты не замечаешь. Там они следят. Видимо, они просто знают, каков у них процент, кого, и как бы они расценивают, что надо первым. Да, и это странно, то есть как бы, то есть твиттер for Mac как-то не очень живой, и вот сейчас они наконец-то обновились и все сделали, и гифочки сделали, и я так понимаю, и лайк теперь красивый, да? Ну, лайк, теперь наконец-то сердечко, был-то звездочек. А, еще и был, то есть не тоже? Был звездочек, но реально год не обновлялся. Темную темку добавили. Темную темку добавили, то есть можно теперь менять, да, я так понимаю, между темками? можно менять, но не будет такого, что автоматически ты сменил там черную тему в маке, у тебя в твиттере сменил, вот таких интеграций нет, к сожалению. Многие пишут, во-первых, что отступы большие, то есть я вот здесь сейчас у себя развернул именно это приложение, вот здесь вот вокруг домиков, колокольчиков, да ты на скрине тоже можешь видеть. Вижу. Слишком много места слева-справа, можно его как-то ужать. Нахрена она такой большой, типа. Ну, там возможно дизайнеры работали. Да, я согласен, но кроме этого скроллинг подлагивает у кого-то там, ну. То есть есть навекания некие? Есть, есть. Ладно бы скроллинг, хрен бы с ним. Еще и уведомления приходят раз по пять некоторые. Охренеть. Типа там вам залайкали и там хоп, вам залайкали, через час еще вам залайкали, а все про то же самое. Да, к сожалению, реально да. Ну, а подожди, тебе-то в целом как вообще? Нормально, но все пишут, что полное говно. Но я просто как-то человек, который, видимо, против системы идет. Всем «Звездные войны» не понравится, мне понравилось. А тебе нормально, да. Вот ты здесь то же самое. Причем я даже не сговариваюсь, я, ну, 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 мне понравилось, ну, ну, что-то же движется вперед. Я не сильно искушенный, так скажем, пользователь. Потребитель, да. Ну, слушай, вот, кстати, тут еще надо вспомнить, что вообще такая хрень, вот, допустим, в Эбби же все быстро обновляется в Твиттерном. Ну, как бы там в первую очередь, я так понимаю. А еще же, знаешь, короче, бывают всякие фишки, что выдают тебе какую-нибудь хрень, которая у некоторых, у некоторого количества пользователей в приложении у тебя действует. Вот знаешь, как было с чем-то там? Опросы, по-моему, видосы не сразу у всех появились. То есть были, ну, они, естественно, выкатывают сразу не для всех. Видимо, чтобы видосные серверы там не упали или что-то такое. Я не знаю, как они там. Ну, в общем, Завероч нам пишет, что все эти проблемы, скорее всего, из-за того, что не Твиттер сделали, а какой-то подрядчик. А это какие-то левые, да, скорее всего? Ну, не скорее всего, а какой-то девелопер, это Black Pixel. Им поэтому черную тему и сделали. Ага. Кроме этого, Black Pixel делали эти приложения для таких компаний, как ESPN, это Евроспорт или что-то такое, Starbucks, The New York Times, ну и так далее. То есть они нихрена с горы. Вроде они нихрена с горы, в Сиэтле, кстати, находятся. Как по мне, в маленьком городке под Сиэтлом. То есть, а у тебя это как? У тебя же тоже есть типа iTunes Store, в котором есть вот этот приложение. Просто обновление прилетело, но разработчик сменился. Ага. Они, видимо, им выдали права от ID-шника приложения и как-то все. Офигеть. И в мета-информации просто имя разработчика сменились Twitter Incorporated на Black Pixel. Охренеть. Ну да. Понятно. Ну давай к следующей тогда теме. Пишите в комментариях, если пользуетесь, как вам. И я больше чем уверен, что кто пользуется, точнее просто у кого Mac, те напишут, что они пользуются твитдеком. И все. Это прям стандарт де-факто для тех, кто с десктопа сидит в Твиттере не с веб-версии, а именно с приложениями. Следующая закрывающая наш подкаст тема. Так. Microsoft сдержал обещания и поднял цены на 19-25%, особенно сильно для корпоративных заказчиков. Я когда заголовок увидел, прям с собой, блин, нам в новости о корпорации. Потому что корпоративные же заказчики. Согласен, про корпорации. Ну, реально. Кроме этого еще Microsoft корпорации, ладно, не буду перебивать. Да, реально. Все мы понимаем, что охренеть, как компании наши завязаны на офисе. Все мы понимаем, что не только Microsoft поднял цены, но и World of Warcraft подорожал. Ну да, но это, собственно, все из-за баксов. Но вообще, я так понимаю, что в баксах не подняли, а в рублях поднялся, да, как я понимаю? Да, естественно. Да, то есть, поэтому, в принципе, логично вроде как. Но так как Microsoft Office пользуется до хрена народу и до хрена корпораций, то они сейчас начали грести бабло лопатой, потому что, ну, как бы у всех поднялось, а все оплачивают все равно. Кто лицензионный, никто там. Всех поднялось. Всех поднялось. Не, на самом деле, после таких цен у всех опустилось сразу, потому что, как я говорю, вот, то есть корпоративный и самое главное, что они максимально подняли для облачных пацанов, те, кто пользуются ажуре, для корпоративных клиентов. Видимо, у них больше всего денег банально, где могли поднять, там и подняли. Ну вот, тут пишут еще, что 16 ноября всякий Mail.ru Group и Яндекс там внедряли Office Online себе. Угу. То есть, я так понимаю, там тоже надо бабки платить за использование офиса, хотя хрен знает, сейчас не берусь. Ну, короче... Давай так, Office 365 платный, а просто Office Online, который на live.com, он бесплатный, но он урезанный. Он урезанный. Он урезанный, вообще, да. Вот. Тут еще, опять же, упоминают про мой офис, про который мы ржали, но он пока еще не сильно пришел на замену как бы этому офису. Даже не то, что не сильно пришел, вообще никак, еще не покушался на рынок Microsoft Office. Так. Вот. Поэтому, ну, как бы бабки-то это самое. Ну, тут так, я тебе скажу. Герман Клименко, которого мы обсуждали, что его Путин позовет, во-первых, его назначили, такие, этим, советникам президента по интернету. Угу. А здесь его еще представляют как главу института развития интернета. Так он, он объясняет коммерсанту в отрыве от истории с Microsoft системную проблему с российским иностранным софтом, в котором закон же вступил, что госзакупки иностранного софта теперь запрещены. Угу. Хотя ему это не нравится. Видимо, он будет как-то советовать, будут, возможно, какие-то послабления делать, не знаю. Очень плохо с софтом, который обслуживает крупнейшие компании. Для того, чтобы разработать софт, который бы их обслуживал, должен быть огромный опыт. Пока их туда не пустят, они написать ничего не смогут. Это сейчас вообще о чем он интересен? Ну, слушай. А, это про 1С. И типа наших чуваков, он как-то, как телка. Он вроде говорит, что западный хороший, и мы не можем от него отказаться. Ну, и тут же пишет, что, а если не откажемся, то наш хорошим не станет. Блин. Ну, знаешь, что? Вот ты вот сейчас можешь сходу сказать в Америке документы обороты типа 1С, это что, кто? А мы не знаем. Там же какие-нибудь скрытые компании. Знаешь, какие там бабки? Я, во-первых, да, представляю. А, во-вторых, там какой-нибудь Oracle все сделал уже давно. И мы даже и не узнаем, пока нас... Xerox. Не наймут. Вот как раз, да, да. Или IBM. Вот пока нас в компанию Dell не наймут продукт-менеджерами. Да, да, да. Мы даже и не узнаем. Бухгалтером. Да, или бухгалтером. Через что они там делают? Там по-любому уже прям даже компы, железки, предустановленные с этим софтом, там уже какие-нибудь неттопы. Именно вот неттоп называется Бухгалтер Плюс. Просто вот такой. И там уже все встроено, от Oracle. Там уже такие бабки, опять же, по закупкам, что нам и не снились. И Герману Клименко в том числе. Ему-то тем более. Конечно. Поэтому тут, тут, кстати, вот есть и сразу в этом. В правом нижнем углу новость, что Клименко передаст бизнес в Траст, продаст или отдаст сыну, как-то требует статус советник президента. Нельзя ему теперь самому бизнесом заниматься. Так, ну что, перейдем к обойке, к новой теме обсуждения. Да, к нашему последнему блоку обсуждения обойка. Что ты, как ты думаешь, Никита? Думаешь ли ты вообще про эту обойку? Мне обойка на самом деле показалась достаточно бессмысленной. И только потому, что я, наверное, живу в России. Представляешь, как чуваки из Африки смотрят на эту обойку? У них шок. Наши трое подписчиков из Африки, ты имеешь в виду? Да. Старина какой-нибудь Зимбубына. А еще знаешь, как я на это смотрю? Вот тут звезды, да? Это как будто сверху камера сейчас упала со звезд, а до этого были Звездные войны. Тум-тум, ту-ту-ту-ту-тум. Ну, да. А мне как-то кажется, что вот эти елки это наши подкасты. И вот смотри, есть некоторые прям, на которых много снега, это мы много тем с тобой обсуждали. Есть проредевшие такие елочки, это наши первые подкасты, где мы еще не позволяли себе выйти даже за рамки часа. Ну, так просто. Ну, я понял. То есть и каждая уникальная еще елка. Естественно, они не повторяются ни одна. Я не знаю, где здесь мы. А слушай, знаешь, что еще? Мы мать природы с тобой. А еще потом каждый подписчик приносит к себе в дом елку эту, ставит ее, слушает наш подкаст, и она как бы озаряет. Она пахнет. Она пахнет. Наши подписчики это звезды. Точно. А снег это все болото информации, которое нам приходится отбирать. Мы лесники, мы тоже как-то... Мы еще The Wolf, санитары леса, волки. Да. Ну, будем заканчивать наш подкаст. Какой он сегодня? 64-й. Еще раз вас с наступившими праздниками? Уже как-то в новом году будем... Собственно, еще мы уже... Да. Мы уже с вами в новом году разговариваем. Подписывайтесь на соцсетях, Вконтакте, Втвиттере, Винстаграме, Вфейсбуке, Вгугл Плюсе. Пишите нам отзывы на iTunes, ставьте сердечки, не сердечки, звездочки пока. Представь, в iTunes тоже сердечки будет. Вау. Супер вообще. Да, и... Всем удачного дня. Всем удачного дня и пока, я хотел сказать. Пока.